Большой разговор, российское противоядие и снежная трасса. Бобрусская лыжня вновь собрала любителей зимнего спорта, как прошла гонка. Это большие итоги, самые яркие информационные акценты недели от тех, кто видел все своими глазами. Я Максим Кембель, мы начинаем. Перспективное новоселье, индивидуальный счет и зеленые авто. В стране утвердили программу развития электротранспорта. Каким будет стимул? От преференций до социальных проектов. Президент принял с докладом губернатора Могилевской области. 101% примерно с работы. Неплохой показатель. Какие итоги встречи? Планы на будущее. В Минэкономике представили программу развития страны на 5 лет. Особое внимание в программе, в основных положениях программы уделяется регионам. Как будем жить дальше? Прививка от вируса. В городе стартовала вакцинация от COVID-19. Вакцина прошла все необходимые испытания, клинические, лабораторные. Кто получил препарат первым? Берем от зимы 100%. Хорошая трасса, легкая трасса. Бежал бы и бежал. Спортивный праздник. Бобруйская лыжня снова в деле. Как это было? Не убивай меня, мама. В эту неделю проводятся круглые столы, семинары. В области стартовала акция против абортов. Кто передумал идти на неосознанный шаг? Один-один или каждому по импичменту. Отказ от патрулирования студенческих городков и в ваших услугах больше не нуждаемся. Самая благополучная авиакомпания проведет оптимизацию. В чем причина? Могилевская область не должна отставать по экономическим показателям от других. Итоги 2020 и перспективы 2021 президент обсудил с губернатором Леонидом Зайцем. Перед председателем Могилевского обл. исполкома Александр Лукашенко ставил определенные задачи. Кроме того, нашему региону, который был в числе отстающих, государство оказало ощутимую поддержку. Преференции есть у Юго-Востока области и отдельных предприятий. Глава государства отметил, что региону удалось достичь неплохих результатов. Вы по своему ВРП, региональному продукту, 101% примерно сработали. Неплохой показатель. В этом отношении надо отдать должное. Но все остальные показатели у нас желают быть лучшим. Поэтому видеть только положительно и не обращать внимания на то, где надо напрячься, это будет неправильно. Значит, мы просто остановимся в развитии. Будем считать, что прошлый год, это председано во всем мире, не является критерием, не является эталоном для того, чтобы делать какие-то выводы. Будем смотреть в будущее. Но то, что вам удалось могилевчан расшевелить, это неоспоримый факт. Александр Лукашенко назвал 2021 неопределенным в силу как внутренних, так и внешних причин. И сориентировал Леонида Зайца на то, чтобы в первую очередь мобилизовать усилия по уже существующим проектам и только потом рассматривать новые. Навстречу себе Белорусскому народному собранию. На неделе в предцентре Министерства экономики широкому кругу журналистов представили программу социально-экономического развития страны на ближайшие пять лет. В центре внимания экономика, социальная сфера, строительство ЖКХ, все основные направления, которые напрямую влияют на уровень жизни граждан. Далее о планах на будущее. Начало 2021 масштабе страны это старт новой пятилетки. Во главе угла экономика здесь и поиск драйверов роста и создание высокотехнологичных производств. Также в центре внимания человек и семья, доходы, жилье, социальные гарантии. Если коротко и ясно, то главный вопрос, как и на что будем жить дальше. Чтобы двигаться дальше, нужно оглянуться немного назад и понять, с какими показателями Беларусь вошла в новую пятилетку. Главное достижение – это сохранение безопасности и независимости государства, рост уровня жизни населения. Например, если говорить про соцнаправленность, сразу на ум приходит понятие «семейный капитал». Отныне его можно использовать досрочно на улучшение жилищных условий, получение образования. И по мнению многих экспертов, именно сохранение социальных благ граждан – приоритетная задача для государства. На мой взгляд, граждане это ценят, это нужно, это выгодно отличает наше государство от многих других, в том числе соседних. Поэтому закладывать уровень определенной социальной, скажем так, гарантированности со стороны государства гражданам очень важно. Далее у нас на пороге технологическое серьезное перевооружение. Нужно это учитывать, кооперироваться с государствами дружественными, которые могут давать нам технологии. Прежде всего, Китай и Российская Федерация для того, чтобы не отстать в гонке экономической, которая грядет сейчас. Как ни крути, экономика затрагивает все сферы деятельности человека. Поэтому в пресс-центре профильного ведомства руководители министерств, от которых напрямую зависит жизнь людей. Это стартап большого цикла мероприятий 2021-го. На противоположном фланге журналисты. Здесь без новшеств не обошлось на презентации не только республиканской, но и региональной СМИ. В объективе камер программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы. Особое внимание в программе, в основных положениях программы уделяется регионам. Именно поэтому сегодня мы пригласили представителей всех регионов страны, а также крупных городов Республики Беларусь. Сегодня же здесь и присутствуют отраслевые здания, потому как вы видите, особое внимание уделяется здравоохранению, культуре, развитию науки, в общем, всему социальному блоку. В разработке документа принимали участие экономисты и эксперты-бизнесмены. Согласно ему, ВВП Беларуси за 5 лет должен вырасти на 21,5%. Реальные доходы людей на 20%. Министр труда и соцзащиты Ирина Костевич предложила в качестве социального стандарта для беларусов закрепить термин «многодетная семья». Без поддержки государства здесь, конечно, не обойдется. Руководитель ведомства рассказала, что прорабатывается вариант распространения семейного капитала на рождение второго ребенка. Посуждение программы так широко, с привлечением экспертов, медийного сообщества, началось за несколько недель до Всебелорусского народного собрания. И очень важно, что это проект. То есть в него еще с участием общества граждан могут быть внесены определенные изменения. Только после этого Всебелорусскому народному собранию программа будет утверждена. Что касается занятости населения в экономике, то государство ставит перед собой задачу на новую пятилетку. Уровень безработицы не более 4,2%. В прогнозах повышение продолжительности жизни до 76,5 лет. Объем экспорта должен достичь отметки в 50 миллиардов долларов. Сюда же отнесем и социальную направленность развития систем образования, здравоохранения, в вопросах демографической безопасности и молодежной политики. В то же время эксперты отмечают, необходимо стабилизировать политику внутри страны. Тогда и экономика станет дышать свободнее. Нам нужно в каком-то смысле сосредодачиваться, потому что мир сейчас делится на пан-регионы. Скорее всего, ухудшаться будут политические отношения, по крайней мере, с западными государствами. Поэтому нужно ориентироваться на те дружественные и партнерские страны, с которыми у нас всегда были хорошие отношения. Не забывая при этом, что мы миролюбивое дружественное государство, но отвечать на какие-то упреки мы должны тоже симметрично. Поэтому, учитывая конъюнктуру внешнюю и внутреннюю, потребность внутренних граждан все-таки в поддержке государственной, нужно выстраивать свои программы, планы и планировать пятилетку. Напомним, Всебелорусское собрание состоится в Минске 11-12 февраля. Оно станет шестым по счету в истории суверенной Беларуси. На нем будут подведены итоги пятилетки, о достижениях и о том, что не получилось. Также делегаты утвердят программу социально-экономического развития на 2021-2025 годы. Максим Кембель, Андрей Богдан. Итоги недели. Антидот от коронавируса. В стране началась иммунизация медработников от COVID-19. Первыми прививку получили столичные сотрудники клиник. В регионы спутник ВИД оставляют специальные машины, оборудованные холодильными установками. Температура в контейнерах минус 18. Как прошел первый день вакцинации в Бобруйске? Давайте посмотрим. Как вы себя чувствуете? Хорошо. Жалобы есть? Нет. Никаких жалоб нету. Инфекциями, инфекционными заболеваниями никакими не болели в ближайшие полгода? Нет. Медсестра Лариса Петроненко сама в качестве пациента. Сотрудник первой поликлиники открывает сезон вакцинации от COVID-19. Забор крови, прививки, внутривенные манипуляции, внутримышечные и подкожные инъекции. Так проходит рабочий день специалиста. Поток людей внушительный. Потому быть здоровой от вируса – святая обязанность. Сегодня первый укол. Второй компонент препарата будет введен через 21 день. Я каждый год, во-первых, прививаюсь с удовольствием, потому что нужно обезопасить себя. Тем более я в таком месте работаю. Нужно подавать, во-вторых, пример. И свою семью. Я тоже ежегодно прививаю в обязательном порядке. Сама я коронавирусом не болела. И считаю, что лучше сделать заранее в профилактических целях прививку, чтобы потом было легче мне и моим родственникам. Потому что я тоже с ними тесно взаимосвязана, в тесном контакте нахожусь. Перед вакцинацией – обязательный осмотр инфекциониста. После – получасовой отдых под наблюдением врача. Поликлиника номер один – единственное учреждение здравоохранения города, где делают прививку от коронавируса. Здесь для этого созданы все условия. Российский препарат «Гам-Ковид-Вак» или более известный под коммерческим названием «Спутник ВИ» поступил сюда за день до старта вакцинации. В нашем учреждении обеспечены все условия для обеспечения надлежащих условий хранения вакцины полученной. То есть приобретено все необходимое хладильное и мразильное оборудование. То есть вот вы видите, да? Условия хранения – это минусовой режим, определенные цифровые значения. Пожалуйста, в достаточном количестве. Вы видите, тут видно, да? Видно «Гам-Ковид-Вак» – это векторная вакцина. «Гам-Ковид-Вак» получено два компонента. Это первый компонент и второй компонент. Также приобрели терморегистраторы. Обеспечен контроль температурного режима, который фиксируется в необходимой медицинской документации непосредственно в процедурном кабинете. Соблюдены в учреждении все звенья холодовой цепи. Укол от COVID-19 делаются на добровольной основе. При этом главное – на момент процедуры быть здоровым. Списки медработников, которые желают привиться, составлены заранее. Первыми вакцинируют тех, кто непосредственно работают с ковидными больными. Естественно, учитывается момент перенесенного в анамнезы заболевания, то есть коронавирусной инфекции. Временные рамки определяются на данный момент – это 6 месяцев, прошествие 6 месяцев с момента заболевания. Вокруг вакцинации ходит очень много слухов, в том числе недостоверные источники говорят о том, что вакцинация небезопасна. Как вы считаете, правда это или нет? Мы, как государственные учреждения, естественно, привыкли сами, призываем всех верить только подтвержденным источникам информации. Данная вакцина прошла все необходимые испытания клинические, лабораторные. Мы знаем про то, что уже опыт вакцинации проводится в соседних странах, в частности в Российской Федерации. Все условия при транспортировке соблюдаются, условия хранения вакцины соблюдаются. Прививка от коронавируса будет поэтапной. После медиков ее получат педагоги, сотрудники транспорта и торговли, а затем все желающие. Массовая иммунизация белорусов начнется уже в апреле. До конца весны планируется привить 1 миллион 200 тысяч человек, постепенно выйдя на показатель в 5,5 миллионов жителей. Вакцинация является самым надежным способом профилактики инфекционных заболеваний. И благо, коронавирусная инфекция не стала исключением. И как в целом в Республике Беларусь, так и в нашем регионе, в городе Попруйске, начата вакцинация от коронавирусной инфекции. В настоящее время проводится опрос в организациях здравоохранения, на крупных предприятиях. Собирается информация о желающих. Поэтому, если вы хотите быть вакцинированными, вы можете свое желание изъявить своему терапевту. И в дальнейшем эта информация будет учтена при формировании списков и при получении последующих доз вакцины. Специалистами Центра генной эпидемиологии осуществляется контроль на всех этапах организации вакцинации от COVID-19. То есть на этапе и планирования лиц для вакцинации, составления списков, получения вакцины, транспортировки ее, хранения в организации здравоохранения. Каждому пациенту после прививки выдают памятку вне рекомендации и описания возможных реакций на спутник ВИМ. Однако иммунизации, отмечают специалисты, не подразумевает пренебрежение правилами безопасности на период пандемии. Социальную дистанцию и ношение защитных масок никто не отменял. Но вакцинация, как известно, лучшая профилактика заболевания. Мария Бересневич, Максим Галеонко. Итоги недели. Обмен пунктами, накопительная пенсия и приоритетное направление. В 2021-м в стране возведут 4 миллиона квадратов жилья, кто в конце года отпразднует новоселье. Громкие заголовки недели далее в специальном обзоре. В Беларуси утвердили программу развития электротранспорта. Проект рассчитан на 5 лет. К этому времени доля эко-машин в стране должна вырасти до 30%. Для стимуляции продаж зеленых авто создадут необходимую инфраструктуру. Экозаправки, льготы при покупке, а также решат вопрос с утилизацией литий-ионных батарей. Кроме того, в Беларуси готовы к созданию отечественного электромобиля. Физлицам нужно подать налоговые декларации за 2020 год, не позднее 31 марта. Это можно сделать, посетив налоговую по почте с помощью личного кабинета плательщика, а также через своего законного или уполномоченного представителя. С подробной информацией о том, кто должен представить декларацию, а также с формой и порядком ее заполнения, можно ознакомиться на сайте министерства. Уплатить подоходный налог физлицу нужно не позднее 1 июня. Развитию добровольной накопительной системы пенсии в Беларуси уделят особое внимание. Она существует уже несколько десятков лет, однако не получила широкого распространения, пока на нее перешли лишь 5% занятых в экономике. Смысл накопительной системы заключается в том, что каждый работник переводит деньги на свой индивидуальный счет. Эти средства вкладываются в какие-то активы, дорожают вместе с ними и прирастают процентами. Беларусь и Россия могут обменяться пунктами ЦТ и ЕГЭ уже в этом году. Решение вопроса может быть представлено уже в феврале на встрече глав профильных ведомств. Ранее планировалось, что пункты сдачи централизованного тестирования и единого государственного экзамена могут быть открыты при посольствах двух стран. Прорабатывать эту инициативу было поручено Минобразованию Беларуси и Министерству просвещения России. 4 миллиона квадратных метров жилья рассчитывают сдать в Беларуси в нынешнем году. Строительство остается еще одним приоритетным направлением. Самое большое задание получила Минская область. Там предстоит построить более миллиона квадратов. Из них 150 тысяч в городе спутники Смолевичи для минчан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Для очередников возведут более четверти всего жилья. Почти 9 тысяч многодетных семей отпразднуют новоселье до конца года. Здоровая конкуренция. Бобруй стал на лыжи. 2021-го, как никакой другой, напомнил белорусам, какая она настоящая зима. Вместе с Должком по снегу в город вернулось и спортивное состязание. Бобруйская лыжня собрала несколько сотен любителей в экипировке. Мария Береснеевич о пути к победе. 9.50 Бобруйская арена за окном плюс два. Такого количества спортсменов на территории Ледового дворца не было давненько. Здесь собрались поклонники лыжных гонок от мала до велика. В город вместе с зимой вернулось долгожданное состязание. Спортивный праздник Бобруйская лыжня объявляется открытым. Впервые на старте команда Бобруйского горисполкома. Впереди дистанция 1200 метров. На кону кубок и денежные премии. Покорить снежную трассу нужно как можно быстрее. Секундомер начинает отчет. Хорошая трасса, легкая трасса. Бежал бы и бежал. Спортивный дух везде витает. Вы сегодня видите. Всем нужно поступить в эту трассу. Следующие на старте медики. Они, как никто другой, знают пользу спорта, да еще и на свежем воздухе. Ежегодно команда занимает лидирующие строчки. Возглавляет ее депутат Палаты представителей Владимир Гацком. Со спортинвентарем он на ты. С огромным удовольствием принимаю участие. В первую очередь это праздник здоровья. Когда мы вышли получить позитив, побороться где-то с гиподинамией, друг друга увидеть, заряд хорошего настроения. Но это все для здоровья. А что рассчитываете сегодня? Как всегда, мы уже пришли, победили. Очень здорово, что в наше время могли быть организовано вот это мероприятие. Вообще замечательно. Здоровье, погода и все это класс, короче. Очень понравилось. Кто-то встал на лыжи впервые, а кто-то в очередной раз показывает мастер-класс. Пока одни идут как бы накатанные, другие разбираются, что здесь к чему. Главное, что гонки все подходят с оптимизмом. На что рассчитываете сегодня? Доехать до финиша хотя бы. Ну, для начала было бы неплохо. А у вас все коллеги на лыжах не стояли или только вы? Все на самом деле не стояли на лыжах. Потренировался, стоял на лыжах один раз в своей жизни. Это было весело, в принципе, с моими коллегами особенно. Мне нравится. И группа поддержки у нас хорошая, подтанцовка очень классная. В 2021-м Бобруйская лыжня собрала свыше 70 команд. Это госслужащие, работники предприятий и организации, учащиеся школы и колледжей, воспитанники подростковых клубов. Для детей организаторы традиционно подготовили отдельную трассу 800 метров. Трассу мы готовили заблаговременно, совместно с нашим бобруйским ГРОЧС, с помощью снегохода, наших спортсменов, которые не отказали, помогли нам. И получилась вот такая замечательная трасса. Что больше всего понравилось? Когда мы ехали, ну там, когда спускались, оно быстро начало ехать, и у нас получилось хорошо, быстро проехать. А тебе что понравилось? Мне все понравилось. Вот это все настроение, вот это все суета, это намного лучше, чем сидеть дома и все остальное. Спорт – это жизнь, это очень круто. На победу? Да, на победу, чтобы первое место занять, чтобы клубы получить. Очень классно, хорошо, весело. Для тех, кто замерз или проголодался, подготовили торговые ряды. В ассортименте все самое свежее и актуальное. Естественно, при такой погоде – это горячие напитки, чай, кофе, булочные изделия, кондитерские изделия, пирожки, блины, то есть рады и даже детские игрушки. Представлено более шесть субъектов хозяйствования, работает кафе в Ледовом на втором этаже, работают пункты проката. К категорию органы госуправления Брокзу взяли сотрудники УВД. Серебро досталось медикам, но кубок вручили спасателям. Однако награды – это не самое важное. Главное, что в город снова вернулся зимний праздник, а вместе с ним конкурс снежных фигур, катание на лошадях и снегоходах и бодрое настроение. Мария Березневич и Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Рука помощи. В Бобруйске проходит благотворительная акция в рамках социального проекта. Идея «Кормить голодных» совместная. Принадлежит ЦССОНу, Ленинского района и социальному отделу Бобруйской епархии. Обед нуждающиеся, а это те, кто попал в сложную жизненную ситуацию, получают пять раз в неделю. Сборная Карла Липника 58 в 12.30 поддерживает движение «Красный крест». Сегодня раздавали хлеб, кашу, конфеты, печенье, горячий чай. Социальное отдел в Бобруйской епархии предоставляет вещи. Это зимние вещи, куртки, обувь, штаны. Кто-то нуждается в белье. По запросу наших граждан, они подходят, говорят, кому что нужно, особенно в зимний период. У кого-то курток нет, у кого-то обувь порвалась. То есть мы объединяем, чтобы найти необходимые вещи, потому что размеры обуви разные. И социальный отдел Бобруйской епархии помогает нам в этом, привозит одежду. Кому-то необходимы лекарства. Тоже сестрича Святы Ислудской помогает в этом. Помогают бездомным и тем, кто вернулся из мест лишения свободы уже не первый год подряд. Кстати, здесь содействуют и в восстановлении документов, и в поиске работы для желающих. Цена маленькой жизни. В Могилевской области стартовала акция «Рождественские дни без абортов». Продлится движение до 28 января. Помогает женщина в кризисной беременности Центр поддержки семьи и материнства «Покрова». Ситуация незапланированной беременности, отмечают специалисты, в большинстве случаев стрессовая. Объективно взвесить все «за» и «против» в таком состоянии сложно. Донести, что малыш – не причина сложных отношений или тяжелого материального положения – главная цель. Аборт не восстанавливает семью и не спасает материальную ситуацию. В эту неделю проводятся круглые столы, семинары с врачами-акушерами-гинекологами, психологами. В женских консультациях сокращается число медикаментозных абортов. Вот буквально два дня назад на кризисную линию поступил звонок. Женщина с вопросом о сохранении беременности. Ее проконсультировал наш психолог, подключились еще психологи. В итоге женщина сохранила беременность. Тот факт, что ребенок меняет жизнь женщины и семьи в целом в лучшую сторону, подтверждает жизненные истории подопечных покровов, которых уже немало. За 2020-й беременность сохранили 55 женщин. За 8 лет работы таких – 611. Неразбериха с президентами, продолжение образовательных протестов и чрезвычайная ситуация госуровня. В Харькове сгорел дом престарелых, сколько жертв. Далее обзор громких заголовков мировых новостей. В Соединенных Штатах продолжается неразбериха с президентами. Дональд Трамп покинул пост главы Белого дома, но, кажется, импичмента все равно не избежит. Между тем, Джо Байден не успел занять кресло в овальном кабинете, как против него также инициировали импичмент. Член Палаты представителей Тейлор Грин внесла на рассмотрение Конгресса проект резолюции на следующий день после инаугурации Байдена. Она заявила, что новый президент не способен занимать эту должность, так как любит злоупотреблять властью. Греческие студенты не прекращают выходить на митинги против нового законопроекта Минобразования. Накануне очередная акция вылилась в жесткие стычки с полицией. Митингующие попытались прорваться через кордон, чтобы маршем пройти к зданию правительства. Полиция силой оттеснила толпу, применив слезоточивый газ. Законопроект предполагает создание специальных отрядов полиции для патрулирования студенческих городков. В Харькове пожар уничтожил дом престарелых. 15 человек погибли, еще 11 пострадали. Пламя распространилось на площади в 100 квадратных метров. Окна здания, переоборудованного под частный пансионат, были закрыты решетками. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с электронагревательными приборами. Событие квалифицировано как чрезвычайная ситуация государственного уровня. В китайской провинции Шаньдун вторую неделю продолжается масштабная спасательная операция на золотом руднике. Взрыв произошел еще 10 января. В итоге под завалами оказались 22 рабочих. Выжили минимум 11. Пострадавшим удалось отправить наверх записку с просьбой не прекращать поиски. Шахтерам передали питательные смеси, медикаменты и одеяла. Над спасением людей круглосуточно работают более 500 спасателей. К шахтерам сейчас пытаются пробурить тоннель. Польская авиакомпания «Лот» уволит около 300 сотрудников из-за финансовых трудностей, вызванных пандемией. Половина из них уйдет в первые два квартала года. Попрощаются с компанией и пенсионеры. Однако, как заявило руководство, увольнение необходимы для защиты остальной части команды. Всего в «Лот» работает около 8 тысяч человек. Авиакомпания считалась одной из самых благополучных в Старом свете и до недавних пор демонстрировала бурный рост. Такими уходящие 7 дней увидели корреспонденты «Бобруйс-360» и я, Максим Кембель. Новая неделя, новые итоги. Увидимся. Новая неделя. 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 Продолжение следует...